Всем привет, дорогие мои друзья! Это госпитальерское прохождение, это Европа Универсалис, это версия 1.13.1. Меня спрашивают, когда я перейду на новые патчи после того, как завершу это прохождение. И уже новое прохождение буду стартовать на новом патче. У нас идут еще две сетевые компании, это квестовая компания по захвату Константинополя и Нанкино. Все ссылки есть в описании под видео. Либо там в описании под видео есть ссылка, называется «Мои плейлисты». И в этих плейлистах вы эти прохождения найдете. Так что, кто не смотрел, приглашаю. Еще есть завершенное прохождение Запорожской Сечи, завершенное прохождение Португальской компании. Это самое первое мое прохождение по Европе Универсалис. Японская компания тоже завершенная, так что Европы Универсалис предостаточно. Но это уже не говоря о том, что проходит турнир по БФМЕ. Это «Властелин колец», битва за Средиземье под знаменем Короля Чародея. И готовится турнир, еще готовится пока что. Технические вопросы решаются, народ собирается, тесты проходят по Вархаммер 40 тысяч Солл Сторм. Но, но, у нас Европа Универсалис, у нас госпитальеры. Так вот, дорогие мои друзья, с одной стороны мы выполняем квест. Надо набрать рекрутов более 90% от нашего максимального пула. Максимальный пул это 59, почти 60 тысяч. И надо бы провести еще одну войну. В Италии у нас остался маленький клочок. Клочок, который я хочу забрать. Это Неаполь. С одной стороны, ну, вообще маленький. Не очень-то и маленький, 18 базового налога. Тут есть с ним одна проблемка, точнее хорошая сторона. У Неаполя есть Казус Белли на земле Арагона. А так, но эти земли не будут находиться в сфере влияния Неаполя Вечного. 22 февраля 1677-го эта провинция исчезнет из поля зрения державы. И они перестанут считать ее своей национальной. Соответственно, нужно поспешить. 77-й и 77-й. Но это через, более чем через 100 лет. Так вот, Неаполь нужно делать своим вассалом. Но, есть одно маленькое но. У меня слоты все забиты. У меня вассал уже Трансильвания. У меня вассал Валахия. Его я присоединяю. Но присоединю я его не скоро, потому что это очень богатый вассал. Валахия, дорожайшая. Я тебя только к сентябрю 1589-го присоединю. И мне мешает очень быстро присоединить. А, нет, быстрее присоединю. Вопрос в том, что мне делать в следующие 4 года до Первой войны, которую я смогу провести. Побоевать с Неаполем и сделать его своим вассалом? Или подождать и не спешить с вассализированием Неаполя. С навязыванием ему статуса вассала. Не спешить в том смысле, что у нас же тут есть Милан. Мы сможем фабриковать, кстати, претензии на Милан. Слушайте, мы сможем фабриковать претензии на Милан. А Милан у нас не входит в Священную Римскую империю уже. Священная Римская империя потеряла контроль над Италией. И немножко уменьшилась в своих размерах. Вытеснили ее. Появились у меня Нидерланды. Перемирие у меня заканчивается в 76-м с мамлюками. Можно подождать до 76-го и навалиться на них. А есть еще много провинций. Пока у меня будет спадать агрессивное расширение с вот этими вот ребятами. Утихомирить их. Давайте даже посмотрим. 4,1 каждый год. То есть за 4 года 16 агрессивного расширения уйдет. А следующее перемирие. То есть если расположить войны по порядку, то первыми будет война с мамлюками. Затем последует война с Османской империей. Затем можно опять нападать на Тоскану. Через нее затронуть Венгрию. Если они будут в союзе. И все. А присоединять вот этих вот моих вассальчиков я смогу. Смогу, смогу, смогу. В 79-м. Но с ними нужно поддерживать хорошее отношение. Кстати, давайте улучшим отношения с Польшей. Что делают остальные наши ребята? А, фабрикация претензий. Понятно. То есть такие, наверное, решим подождать. Не война, 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 война. А будет ожидание, 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 ожидание. Или не решим. Сейчас мы это все увидим. Так, 95 военные очки. Кого же взять в противники? Если я хочу забирать что-то у ближайших стран, то пусть лучше противником будет такая страна, как Милан. Испанию я возьму в противники, но чуть-чуть позже. Ограблю Милан и будет все. Окей. Милан, ты же мне точно не понадобишься. Допустим, я беру тебя в соперники. Так. А ведь хорошие были с ними отношения. И надо тебе впаять какое-то торговое эмбарго или что-то подобное. 75-16. Да, доходы мне нужно немножко поднять. Сейчас посмотрим. Можно прокачать часть своих крепостей. А можно не прокачивать, потому что деньги всегда найдется на что тратить. Сицилийская, хорватская. Вот с культурой надо что-то делать. Но в первую очередь я хотел бы закрыть дипломатические технологии. Чтобы получить эффективность торговли плюс 20%. Это мне куда важнее, потому что у меня доход от торговли 16 дукат. Это половина дохода от всего налогообложения. И почти такой же, как от производства. У меня тут, правда, инфляция еще. От нее я страдаю. Это наша папская область. Папская область, за что ты меня не любишь? Блин, мне нужны дипломаты. Так, ближайшее восстание. Давайте посмотрим, когда они у меня. С угла ближайшее восстание. И туда я поставил наймантив. Наемников. Ладно, отпускаем и ждем. В лигу за протест... Чего? Венеция! Ты чего? Ты же католик. Как? Не надо делать так. Конец беспорядков на почве религии. Османская империя вступила в лигу за католичество. Молодец. Я не вступаю ни в какие лиги. Потому что... Мне это не нужно. Я есть католичество. Истинное. Единственное католичество, которое может существовать и будет существовать. На этой моей маленькой карте политической и искусственной планете Земля. Мне не надо никакие лиги для того, чтобы отстоять католичество. Давайте тут. Группируйтесь, формируйтесь. Даже Россия за католичество вступила. Против этих всех. Тут еще и Польша за протестами. В общем, рассорились они друг с другом. Рассорятся. Насколько я подозреваю. 88-92. И создается три корабля. Естественно, можно нанять еще один. Где? Вот тут вот. Самый большой, походу, флот. В Средиземье. Шучу. Регенский совет. В Австрии принято решение. Какое? Принять закон о богохульстве. Объявление войны. Это между индейцами. Ежемесячное изменение автономии до 1582. Коррупция в правительстве. Либо инфляция плюс 1%. Мне эту инфляцию тыкают по злому. Ну, давайте. 82-ое это 10 лет. Давайте посчитаем, сколько это автономии у меня получится. За 10 лет. Если в месяц 0,05. То в год 0,05. За 10 лет плюс 5 автономии. Но это достаточно много, поэтому я лучше инфляцию возьму. Да что за плохие события какие-то происходят. Аж прям страх берет. Что-то сломалось. Что-то сломалось. Сломалось в моем превеликом святом государстве. Что-то пошло не так. Так, ты давай иди так. Разрешить соединение. У меня будет 2 самых крупных флотилии. Вот мой флот. 58 кораблей. Это они окучивают Константинополь. Это великая третья эскадра. И присоединяйтесь. Вот эти вот двое. Ко второй. Нет, не ко второй, а к какой эскадре. Первая эскадра, да. Тоже великая, но не настолько. Как третья. Третья вырывается вперед. Ну, повстанцы. Вспыхивайте. А пока народы определяются. Определяются в какую лигу им вступать. Разрешить соединение. Венеция. Разрешить соединение. Венеция. Пятые, шестые эскадры. Это все. Еще где-то построилось. Разрешить соединение. Венеция. Погодь. У меня там купец есть? Есть. А что ты тут делаешь? Получает прибыль? Да. Должен этим и заниматься. Итак, сколько мне торговля приносит? 16.09. Венеция 4. Константинополь 9. Где у меня там стоит эта эскадра? Че не соединяешься с основными силами? Че плаваешь? Одинаковым. 92-93. Ну вот, теперь можно смело строить еще одну. Каравеллу. Тут быстрее всего она будет построена. Ничего, кроме зданий. Окей. Новый правитель. Поздравляем Австрию. Радуемся за нее. Это у нас 73-й середина года. Казна уменьшится. Провинция станет резидентом кардинала. Либо появится советник типа мастер-шпионажа. Пусть будет советник мастер-шпионажа. Я не хочу контролировать. Нет, ну как. Я хочу контролировать папскую область. Но у меня сейчас пока что первая цель. Это чтобы мне стабильность дали возможность до тройки опять поднять. Так, свободен. Не должен быть свободен. Должен быть задействован. Дипломатия. Давайте посмотрим, какие у нас претензии на мамлюков. Я так понимаю, мы окучиваем береговую линию. И следующий у нас Тарабулус Альшам. Давай. Дипломатия. Сфабриковать претензию на Тарабулус Альшам. Мы дойдем до Иерусалима. Со временем. Нам нужно открывать новые места для хороших войн. Венеция. И разрешить соединение. Те это чертова шестая эскадра плавает. Ты чего творишь? Врагу. Какая рагуза? Ты о чем? Венеция. Дружище. Ты попутал, где плавать. И повстанцы. Да, мы их тоже ждем. Хорватские. Это где? Лика и Словония? Лика и Словония. А что с Ликой делать? Что мы там поставим? А право прохода мне дать? Блин, дипломата нету. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Ну давай. Ты тогда плыви сюда. А что мы здесь стоим? Кто у нас тут восстанет? Сугла-Кипрус нет. Константинополь нет. Нескоро. Это да. Мы уже защищаем. Лика и Словония. Вот эта вот армия у нас может пойти в Лику. В Словонии будет крепость. Туда, если что, вернемся. Так, сколько мне еще, интересно, нужно для выполнения задания? Так, национальные беспорядки и время сепаратизма минус 5. Отменить ли? Слушайте, это поглощает наши административные очки. Смысл нам? Да, хочу отменить. Постоянный прирост, порог признания культуры, эффективность, дипломатическая репутация. Дипломатическая репутация плюс 1. Давайте примем военную политику, чтобы быстрее присоединить в Аллахию. Сейчас посмотрим. 85-й. Это 4 года, что ли, она нам откатила. Военный союз Австрия заключает. Ух ты. Я эмбарго забыл сделать своему сопернику. Они меня любят, несмотря на то, что я их в соперники добавил. А че, неплохие такие парни. Наложить запрет на торговлю, да. Подняли немножко свой дипломатический вес. И он у нас свободен. Давайте посмотрим. У нас есть еще Литва в союзниках. С Литвой у нас отношение 95. С Польшей 161. Венеция 153. Давайте с Венецией. Попросить державу Венеции передать часть своего торгового влияния нам. О. А че, давайте. Если Венеция будет передавать нам торговое влияние, если она такая хорошая, то и... Ух ты. 7 дукат. А че? На пустом месте. Мы уже на втором месте. Это мы перегнали, кажется... Давайте посмотрим, кого. Ой, как Нидерланды вперед идут. Это мы перегнали... Кто у нас на третьем? Францию перегнали. А я ведь когда-то хотел стать Францией. Венеция, ты че там к войне готовишься? Не вздумай. Дипломат. Дипломат, дипломат, дипломат. Чье нам торговое влияние еще нужно? И где? Никто там нам торговое влияние не хочет передать? Мы можем сфабриковать претензии на земли Венгрии. А можем улучшить отношения с Польшей. Давайте сфабрикуем претензии на земли Венгрии. Или еще рано? Эй, нет, ладно. Попробуем улучшать отношения. Да. Попробуем. По 600 в месяц. Ну давай, я уже жду выполнения миссии. Я думаю 2000 пехоты можно будет отправить вот в эту армию. Ух ты, где-то мы можем что-то строить. Торговое влияние в Константинополе. Либо 0,05 мастерская. Либо лимит флота. Ну давай пусть будет лимит флота. 93,96. Три кораблика. Ну-ка. Да, по постройкам ничего. 17,9. Торговля нам сколько приносит? Почти 20 дукат. И военные репарации 6 дукат. Нам платит Венгрия, Богемия хорошо и Тоскана. Богатые страны много платят. Мы можем содержать на эти деньги советников. Так, проверяем у нас. Не получилось ли так, что мы под боком скормили каких-то особо серьезных сепаратистов, которые доставят нам особо сложные сложности. И можно готовиться, кстати, к войне с Османской империей. Не с Османской, точнее, к... Ой. У России там... Че? Пока перемирие ни с кем не воюет. Так, дипломат прибыл. Дальше продолжаем фабриковать претензии. На береговую Мамлюкскую линию. О, по-моему, дипломатические очки созрели. Да, давайте. Эффективность торговли плюс 20%. И посмотрим, во сколько это мне обойдется. Опережая. 21 дукат, хорошо. Больше не претендуем, нет. Ладно, мы потом сфабрикуем претензии. Тут неразрывная береговая линия. На Османов будем фабриковать. И нам надо админки подкопить, так как мы будем присоединять государство. Так. Все с флотом хорошо. Ну, что там восстания будут, не будут? Или так ничего и не происходит? Конец беспорядков на почве религии в Нидерландах. Праведность увеличится на 10, либо престиж на 5. Нет. Ну, конечно, престиж. Праведность-то у нас максимальная. Чем же вас заставить-то восставать таким? Каленым железом по вам пройтись. Ну, восстаньте, ну, пожалуйста. И давай квест уже выполняем. У меня уже 52 тысячи. 90 процентов-то где-то 55 тысяч, что ли, должно быть. Так. Возвращайся домой. Франция получает, нет, вам ничего не даю. Контроль над Курией. 96-99. Три корабля. Строим флот. И один гуляющий дипломат. Тут окучили. А если я сфабрикую претензии, то сколько это? Страшно, не страшно? И давайте, кстати, посмотрим, как там. Это все-таки 76-й. Минус 4. Уй, как быстро сошло. 16-8. 14-13. Неплохо. Все. Мы можем, типа, как нападать на мамлюка. А я сейчас получу подтверждение выполнения квеста. Так. Они кинули нам запрет на торговлю. А у нас он и стоит до сих пор. Вот же. Одно восстание мы подавили. Айдынские остались. Хорватские остались. Золотая Орда объявила о банкротстве. Россия пока ни с кем не воюет. Ну, допустим, дипломатия. Сфабриковать претензию. На следующую провинцию. И после этого объявим им войну. Так. Еретиков обратили в истинную веру. Отправляемся к следующим еретикам. Стабильность плюс один. Влияние на папу плюс двадцать. Католицизм. Желание реформы увеличится на 0,5. Конечно, стабильность. Блин. Ааа. Допустил фатальную ошибку. Надо было брать двойную, вторую стабильность. И третью делать. Ту, что по квесту давалось. Не допускайте такой ошибки. Хотя, в общем-то, у ионитов со стабильностью. Что с этой эскадрой? В Венецию давай, дружок. Все. Доход от налогов плюс десять процентов на десять лет. И национальные беспорядки минус 0,5. Враг нашей угрозы. Кто? Швейцария. Восстановить святейший престол. Или захватить провинцию. Что нам даст? Скорость восстановления рекрутов. Изменение престижа. А тут двадцать пять дипломатических и престиж плюс пять. Швейцария. Это надо задействовать дипломата. А какую провинцию от нас хотят, чтобы мы взяли? Нет, давайте все-таки враг нашей угрозы возьмем. Так, рекрутов у нас почти полный сбор. Версия начала против Табаристана. И давайте оценим наших врагов. По параметру армии. Это у нас мамлюки. Пятнадцать тысяч рекрутов. Пятнадцать тысяч всего. Да, мамлюки пережили после первой войны большой кризис. Флотилии. Три фрегата, шесть галер, пятнадцать транспортников. Ну то есть они ни одной нашей флотилии угрозы нести как бы не могут. У нас две флотилии, они просто громадны. Так, два корабля мы создали. Сейчас посмотрим. Девяносто девять сто. Еще один можно заказать. Вот здесь, к примеру. Хорватские сепаратисты, они нас мучают. Мучают. Папские сепаратисты тоже мучают. А вот это восстание мы могли бы избежать. Сколько у нас? Минус шесть с половиной. Восстановление экономики. А тут у нас двенадцать, восемнадцать, десять. Это нам союзников ждать. К примеру, если я объявляю этим ребятам войну, я не могу объявить. Надо ждать, пока сфабрикуются претензии. Боль, жизнь боль. Можно, конечно, донанять армии. А то, что это за двенадцать тысяч? Семь, два, три. А тут у нас восемь, два, восемь. Как минимум, две тысячи пехоты тут. Две тысячи пехоты тут. А кавалерию можно один отряд здесь. И один отряд здесь заказать. И пушки. Раз, два, три отряда. Чтобы пополнить наши силы. Так, истек срок действия, присоединил субъекты. И когда в восемьдесят первом, да, у нас все пойдет как по маслу. Оу, замечательно. Еще одно восстание. Остались только хорватские сепаратисты. Из горячих пирожков. Наемники закрыли. Молодцы. Уволить. Теперь можно вывозить их отсюда. Хорватские сепаратисты. Папские. Неаполитанские. И еще Константинополь. Ну, Константинополь. Мы туда армию можем поставить. И они прекратят бунтовать. Давайте-ка вы сюда. Так, Константинополь. Ой, хорошо. Сейчас спадет риск восстаний. Казус Белли получили. Гуд. Что у нас тут? Девять, два, три. Можно еще кавалерию здесь и здесь. И Пантом Бомбарду. И Пантом Бомбарду. И не даром. Потому что, вообще-то, сейчас будет больно. Но, больно уже будет в следующей серии. Поэтому, дождитесь. Серии выходят через день. Такую графику госпитальерского прохождения. Удачи вам и хорошего настроения. Продолжение следует. Продолжение следует.